Мы стали баловаться, сестренка полезла кверху, у меня этажи, маленькая лесенка, кто-то ее удерживал, я даже не знаю, кто ее удерживал, а я за того уцепился, а племянник был Давыд, он ухватился, за меня Надежда Васильевна ухватилась, а он за нее. Он оторвался и как заднюю частью давануло его, он раз к нам побеледел и не дышит, кое-как задышал, так я его положил спать с собой и ночью все проверял. Боловство, дурь да играю, не давай до добра. А та лезла сестренка на этаж спать, мы решили посмеяться за ноги удержать ее. Вот такая беда была, я знаю, что такое, батюшка когда говорит. Так, ты может это покажешь, что ты делал там сегодня, Никита? Ну-ка, привези. Так, я кладу свои суховики, подлежью полку, мои суховики. Хорошо. Я сняли вполне, у меня желудок как надо принимает, а вы себе сушите суховики. Я это не могу не проглотить ничего, то есть у меня ночью и заботы. Вот так. Что-то Никита делал. Делал, за что дальше я его щунял. Щуял, то есть, подтыкал, заставлял. Вот это, мазилку, которая ему мазать придет, и, видимо, старался. Старался, сейчас он нас шедевром удивит всех, держитесь за стенку. Вот это я понимаю, Никита Андреевич. А ты хоть, там нашел маленький? Со всех сторон прибил? Да. Сколько гвозей у тебя тут? Тут 4 где-то так. А? Около 4. 4? Еще 4 умножить на 2. Пробей. Хоть даже подлиннее будут. Пришел, раньше перебзял. Так, Володя, проверь. Более. Вот это хорошо. Все, чтобы нигде, никак. Ну и попутно еще и веревочки можно перемотать тогда. На, на, там взять. Ну все скажешь. Хорошо. Руководство пищем. Да. Вот, значит. Руководство какое. Вот если бы дальше тебе не сказал, ты бы не сделал. Мать, эти делались со временем, со вкусом. А то было сделано за 3 минуты и поторопили меня. Оно на один раз было. Конечно, что ты говори-то. Да что сказать мне это? Портить ему настроение? Молодца. Спасибо, Христос. А что Ваня отремонтировал? Ваня, не было язычка. А, язычка. И я ему дал, Ваня, сделай. Ваня, сделай. Ну, этот. Вот тот, что доставал. И он же применил, буква Х. Если что-то хлеб, тут что ли лежит, глядей. Да, да, я видел, он показывал. Ой, тихо. Ой, тихо. Он показывал мне. Ваня привел язычок. Кто-то потерял. Вот этот еще. Ты понимаешь или нет, что это такое? Капкан. Капкан. И вот гляди. Чтобы вот это было подальше. Вот так. И вот здесь бежит кто-то. Предположим, здесь идет кротик. Все. Ой, Ваня, отпусти. Вот, пить Ваня. Не просто положи туда. Не даром жить поэту продолжается. Так. Показывает, как маленьких кротиков ловить. Обыкновенная банка, трехлитровая. Закапывается у него в нору до уровня. Он идет, падает, туда вылезти не может. А крота большого ловить, это непросто. Вот это должны быть цепочки. У меня есть цепочки. Его отец сделал. Андрей. И это, значит, когда найдешь ее тоннель, где куща. Из кущи идут отростки. У него тоннель идет. Метро. То там расширяешь, надо боковичкой быть, запаху лишнего не было. А он идет, и туда, когда черви идут, они там у него остаются. Он идет, собирает колбасу только свою. И все. Вот. Его вырезаешь на него. Сверху посыпаешь. И сверху картонками и замазаешь, чтобы воздух не попадал-то. А он идет, бац, попался. И мне говорят, крот-крот, это так трудно. Это столько, правда. Он говорит, все пастбище испортил. И похвоз. Я первый год приехал, ровно 50 штук поймал. Он большой такой. У меня один попался крот. И у него на голове, вот такая, как у Горбачева, белая, он самый коричневый. А на голове, такого я не видал. Я посмотрел, думаю, ты много зла не сделаешь. И решил его отпустить. Ну, он, видимо, вот как судьба, как говорят. Я его отпустил. Вон, там трава большая. Надежда Васильевна идет домой. И несет пенек какой-то, что-то там, пенек несет на плече. А он зашевелился. Она, ой, кинула. Да, она не хотела кинуть. Кинула, и прямо его и попала, и убила. Будущий освобожденный, он погиб от трусливой женщины. Она боится, как огня всего этого. Однажды, кошка ловливая, она встала. Ну, а тут что-то валяется, там, такое, черненькое. А след-то не очень сильный. Так опа-то одна. Она берет. А эта кошка не доела. Ушки там все, да, лежат хвостики. Ну, наверное, сильно берет и бедро глянула. А это мой мышинный... Все ее, я знаю, заплачу за все. Каждый день вот это. Как-то она взвизгнула, а никого нету. Она бедро бросила, потому что она локала, локала, локала. И целый день, как это вспомнит... Помните, не мышилая вервина, а то, что ты переживаешь от воображения. Будто бы там какой-то как-то... Она болела пистархозом. И теперь она эту рыбу, как огня, боится. А мы ее плавили. Годя, поймали еще на удочку. Вот так, да бьешь с двух сторон. Бывает, сори, бывает так. Целеком в рот. Вот, ни один не болел, никто. Вот, было же это такое. Почему-то... То ли болезни какие запущены, то ли что. Страдают, болеют. Ну все. Спасибо, Пастури, и вас за рассказ. Я понял. Мы состоим из того, что мы кушаем. Я, Пиреларин, знаешь, сколько сусликов? Каждый суслик стоил 6 копеек. Его надо поймать, ободрать, шкурку выделить. Сушить. И за 20 километров пойти, поехать сдать. 20 километров. А тот тебя обманет. Сделай то вторым стотом. Это 5,4. Или третьим. 3 копейки. 3 копейки. Ты понимаешь, что? Велосипед 72 рубля. Я все лето. Вот мама даст это... Вот я, Павел же, Никита. И там полгектара. Мать покажет, там 2-3 резка сейчас не знаю. Сынок, это надо выпалать. Не надо, это уже закон. И я поставил, там жара не жара. И вот уже к 4 часам дня я высунелся. Хватает 2 ведра и пошел там лага. И там есть внизу елбан, когда со всех сторон вода его обходит. И там суслики. Я его должен в ведро, это поднять. 2 ведерка на гору на эту подняться, вылить. Хватит или не хватит? Он лазит его, раз. А чтобы он быстрее сох, его в капкан сажаешь. А изнутри сохнет и снаружи. Это надо знать. Один день я 70 штук поймал. Сколько было? А сейчас их не одного. Не одного. А потом даже колхоза начислять должен был трудодень. Трудодень за 8 штук. Обманут, не начислят. Говорят, а я в папку приношу. А они как-то сделают, сами пропьют там, которые щитоводят. Крыса нехорошая, а суслик приятно отбирает. А крыса, она дороже. А что вы с ними будете делать? Котов половили, когда мы из них белок делать будем. Помнишь? Вот так. Белок. Так что мы ловили всякую разную живность. Капканчик. Ваня, благодарю, я вам не знаю. Он ушел. Все, спаси Христос. Спаси Христос. Спасибо.